чтобы завтрашнее утро было лучше чем сегодняшний правильно потому что каждый следующий день это как новое творение новое творение мы с вами сотворцы которые являемся партнерами всего партнерами всевышнего при сотворении мира и значит сейчас вот я включу чтобы у нас было и на ютюбе чтобы было записи на ютюбе тоже и мы сегодня проведем урок сегодня наша тема будет как раз наша тема будет как раз рожешена как правильно провести как правильно провести сегодняшний день сегодняшний вечер завтрашний день послезавтрашний в общем будем сейчас изучать очень важная важная прям реально сейчас наступает важнейшее время важнейшее время в телеграм-канале есть путеводитель по рожешена 5 784 года то есть вы можете зайти скачать это канал в телеграм-канале нас уже 3832 подписчика значит вы можете если вы еще не подписчик подписаться если вы подписчик можете скачать путеводитель рожешена но я хочу вам сказать сейчас главные вещи на которые я сам лично буду обращать внимание и я вам тоже хочу как бы порекомендовать на них обратить внимание на них обратить внимание и так значит что это за вещи первым делом что такое рожешена давайте разберемся переводится рожь это голова шана это год значит голова года мы знаем что в любом процессе в любом процессе есть причина да то есть есть как а вот например чек задумывает задумывает что-то у него появляется желание потом он думает как сделать и так далее то есть вот этот процесс начала в любом процессе и рожешена это как раз вот это начало года первая рожешена была знаете когда когда появился первый человек это было начало начало мироздания начала года вот когда мы говорим а почему сейчас 5784 года да почему 5784 потому что 570 84 года назад первый человек осознал что вот это сейчас первый год его его осознанного существования есть по-разному описывают есть которые говорят что бог именно в сотворил человека. Есть которые говорят, что в этот день именно Бог вошел в человека и произошло вот это соединение, когда божественная душа в нем проявилась и он осознал то, что она в нем проявилась и начал разговаривать. То есть это был момент сотворения как того первого человека, который в Торе называется Адам Решон, первый человек, и в котором главное сочетается, что из праха взято тело, то есть тело человека это вертикально ходячая лужа, в которой есть все. Вы знаете, это очень интересно, что человек же был создан в шестой день творения, до него было создано все, небо, земля, планеты, пространство, материя, растения, животные, все-все-все было, птицы, все было сотворено, все усложнялось, усложнялось, усложнялось творение и вершина вот этой вот пирамиды, в которой отражено все. Поэтому Бог и сказал, на осе сделаем человека, и одно из объяснений вот этого сделаем во множественном числе, что человек был слепком уже всего мироздания, что именно человек был слепком вот этого вот всего мироздания, и поэтому, да, он был на вершине уже шестой день творения, и Бог с ним соединяется, и человек вау, и он осознал, вот он я. И в принципе нам не важно, или он уже взял какого-то кроманьонца и в него вошел, или же он взял уже, и потом исчезли неандертальцы, все исчезли, потому что вот этот вот усовершенствованный кроманьонец, он был на порядок выше, чем все остальные, Адам Ришон. Или же наоборот, он действительно сотворил, вот были все обезьяны, 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 он взял одну обезьяну, и эту обезьяну усовершенствовал в программном коде, бах, и получается такая обезьяна заговорила. Вполне могло быть и так, и так, и так, но пять тысяч семьсот восемьдесят четыре года назад, в этот день, Рош-Ашана, появилась первая голова, которая, говорящая голова, первый человек, Адам Ришон, которому Бог и сказал, где ты, где ты, и началось вот это вот взаимодействие человека с Богом, как раз в Рош-Ашана. Теперь, как мы знаем, это очень сейчас интересно, что, как и тогда, первый, на шестой день был сотворен человек, от начала творения, а седьмой день был шаббат, и он должен был уже в шаббат, он получил заповедь о шаббате, и он должен был уже в шаббат оказаться в следующем уровне игры, в Ганедене. Ему надо было продержаться всего лишь несколько часов до окончания шестого дня. Вот как сегодня, шестой день недели, мы с вами сидим сейчас на уроке, и мы знаем, что вечером с заходом солнца мы попадаем в вечный рай. Все, вечный рай, вот у нас билет уже на пароход, вечность. И что, Бог сказал, до вот этого вот начала шаббата не ешь вот от этого дерева, дерево познания добра и зла не ешь. Что это значит? Не выдумывай. Вот это добро, это зло, все, не выдумывай. Вот просто возьми, почитай псалмы Давида. Ну, займись, займи голову чем-то таким, ну вот, божественным. Нет, первый человек начал, начал он, значит, съел от этого дерева. В общем, пошло-поехало, и он забыл о том, насколько близко он был уже к Богу, насколько близко он был к вечной жизни, к краю. Он стал смертным, и пошла вся история человечества, она началась как раз в Рожа-Жана, 5784 года назад. И мы сейчас приближаемся к этому дню. Все повторяется каждый год, поезд заезжает снова в эту станцию, которая называется Рожа-Жана, и в этот день Всевышний опять обращается к каждому из нас и говорит, ну и где вы? Где вы вообще? Как вы вообще? О чем вы думаете? Где вы вообще? И если бы это было не в субботу, то главная заповедь Рожа-Жана – трубление в шафар. Это трубление в шафар, в такой урок специальный, да, в который трубят, и этот звук он вызывает внутри, очень пробуждает душу. Но в субботу не трубят, будут трубить во всех синагогах в воскресенье. Поэтому приходите утром воскресенья в синагоге, послушайте, во время молитвы шафар – это заповедь Рожа-Жана, которая пробуждает. Шафар напоминает нам о том баране, которого Бог показал Аврааму вместо Ицхака, своего сына. Когда он готов был принести сына в жертву, Бог ему говорит, вот этот баран, и мы как раз вспоминая о том, кто первый пробил вот эту дорогу к Богу, такую стопроцентную вернул. Знаете, как получилось? Адам решен, первый человек, он отошел от Бога. Он сказал, я есть отдельно от Бога. Потом Авраам, он сказал, меня нет отдельно, вообще ничего нет. Меня нет, мира нет, ничего нет, есть только Бог. И он вернулся, он опять соединился с Богом. Потом, когда было дарование Торы, то весь еврейский народ получил Тору, и в момент, когда они стояли у горы Синай, тоже исчезло их эго, и они поднялись на ступеньку первого человека до греха, когда есть полное соединение и осознание своей личной связи и полной идентичности с Богом. Они когда шли через море, там есть на иврите, кто понимает, они говорили, Зек и Ли, это Бог мой, Ан-Вэ-У. Ан-Вэ-У, что за слово Ан-Вэ-У? Они-Вэ-У, я и Он. То есть, они увидели, что оказывается, я с Богом это одно целое, просто что я думаю, что я отдельная личность, что-то у меня есть отдельное, я вижу себя как отдельное. По факту, мы все проявления вот этого вот безграничного, бесконечного Всевышнего. И в Роша-Шана, мы, вся работа вот этого дня Роша-Шана вернуться к соединению со Всевышним на уровне, когда нет никого, кроме Него. И вот, значит, Роша-Шана, это день, его переводят день суда. Что значит день суда? Объясняют это пророки, что в этот день каждый проходит перед Всевышним, как проходит перед Всевышним. Как проходит перед Всевышним. Значит, нам сегодня понятно, как человек проходит перед Всевышним, потому что, когда вы идете, например, по улице в Израиле или в Нью-Йорке или в Москве, и вы вокруг можете посмотреть, там вокруг везде сейчас есть камеры, которые тебя постоянно просвечивают и идентифицируют, кто ты. И вот эта камера, она тебя сразу как бы сравнивает, кто ты. Сейчас уже разрабатывают такие специальные приборы, что когда человек будет заходить в аэропорт, скоро не будет уже никаких контролев, ни паспортных, никаких. Вот прям можете записать слова. Не в этом году, но где-то максимум года три, уже не будут паспортные контроли, не будет все. Почему? Потому что человек, когда заходит в аэропорт, у него будет, он будет полностью просвечен вообще, прям лучами, как рентген такой просвечен. Он будет полностью идентифицирован со всеми базами данных, плод там до ДНК у него как-то успеют взять. И будет понятно, кто он, о чем он думает, по там радужной оболочке глаза, будет его искусственный интеллект замерять его там какие-то показатели тела, как детектор лжи. Если в нем есть хоть какая-то опасность, сразу какой-нибудь дрон его будет накрывать сеткой и, значит, изолировать от окружающих, что он не успеет глазом моргнуть. То есть мы идем сейчас вот к миру, когда все будет прозрачное. Деньги прозрачные, люди прозрачные, все будет прозрачное. И что? В Рожа Шана как раз мы все становимся вот такие прозрачные. То есть включается вот этот вот прожектор божественного света, и Бог просвечивает каждого из нас на предмет «Кто ты? Кто ты есть?» по отношению к духовности. То есть идет суд не по отношению... То есть всегда суди должны по какой-то системе. И Бог судит человека, насколько человек, он связан со Всевышним, насколько у него проявлена его душа, теперь есть люди, которые не знают, что сейчас Рожа Шана. Они просто в это время, вот сейчас будет там суббота, их просвечивает. А что он в это время? Он думает, что же мне купить? Бутерброд, хот-дог или бик-мак? Вот что бы мне купить? А вообще, а смогу ли я вообще купить завтра хот-дог или бик-мак? А может мне не купить? А может то? А может это? То есть человек, он в принципе про Бога вообще не помнит. У него вообще... Вся его жизнь это хот-дог или бик-мак? И значит, хватит ли мне завтра купить хот-дог или бик-мак? Или мне может веганом стать? Потому что там Вася веган, а я не веган. И все. И вот чем люди про Бога часто не вспоминают. И прошла жена каждому, когда его просветили, насколько ты вообще с Богом связан, тебе на следующий год выдается из твоих же мыслей, выдается, значит, некая матрица. Что с тобой будет? У тебя сегодня день, как бы в молитва, она в начало молитвы слихот. То есть ты просишь у Всевышнего прощения, говоришь, все, прости меня, я в том году мало про тебя думал, меньше я делал, чем мог, мало учился, может, обижал кого-то, не дай Бог, все. Прости меня, пожалуйста, вообще Всевышний... Это слихот, простыми словами. Попросили прощения. Потом все садятся, потом помолились ежедневно утреннюю молитву. Шма-Исраэль, 18 благословений. Таханун, еще раз, каждый день мы тоже просим прощения, если мы там где-то согрешили, прости, не хотели. То есть реально как бы ты каждый день себе напоминаешь, что если я даже грешу, это что-то у меня с головой не в порядке. То есть где-то я, ну вот, пожалуйста, прости, я хочу, вот реально, вот я сейчас стою в трезвом уме, в твердой памяти, хочу быть хорошим, добрым, честным, не греши, делать добро, помогать людям, выполнять заповеди. Это я настоящий. А то, что я загрешил, я в этот момент, ну там что-то помутнение у меня какое-то было. В стрессе был, как-то на кого-то среагировал не так, все. Но прости, я настоящий, хочу быть только с тобой. Это тоже каждый день, мы тоже говорим такой мини-таханун. Но передрожь ашана, мы это акцентируем. Потом есть такое понятие, как снятие обетов. Значит, в Торе написано, что все, что ты выходит из твоего рта, старайся выполнять. Но когда ты по жизни что-то говоришь, я хочу бикмак, нет, не хочу бикмак. То есть ты не обязан есть бикмак, потому что сейчас хочу, сейчас не хочу. Но если ты говоришь, я хочу выполнить заповедь, а потом говоришь, я не буду выполнять заповедь, уже проблема. Почему проблема? Потому что все, что связано со святым, оно становится как недр, как обет. Ты как бы пообещал Всевышнему, ты с ним, это же святые вещи, ты с Богом договариваешься. И вот, значит, есть такая процедура, называется снятие обетов. Когда ты говоришь, что если я что-то обещал сделать хорошее и не сделал, если я делал что-то хорошее три раза, потом перестал делать. Если я, значит, там пообещал что-то делать, взять на себя, потом не смог, имеется в виду в святых всех вещах. То, пожалуйста, пускай это не считается обетом все, и минимум три человека, лучшие десять, говорят, прощено тебе, снято с тебя, прощено тебе, снято в себя. Как мы судом в нижнем мире тебя освобождаем, так тебя освободят судом в верхнем мире. И, значит, что это называется снятие обетов. Сняли обеты, теперь дальше что? Дальше в течение дня человек готовится к вечеру. Как готовится к вечеру? В путеводителе по Рожа Шина есть полная инструкция, зайдите в АИКРО канал, скачайте. Смысл то, что к вечеру нужно подготовить разные вкусные штучки, себе такие, и вечером все садятся за стол и друг другу желают, чтобы год был хороший и сладкий. Вот я сейчас разберу это пожелание. Чтобы желают, берут яблочко, макают в мед, кушают и говорят, чтобы год был у вас хороший и сладкий у всех. И что в этот момент происходит? А вдруг тебя в этот момент просвечивают? А ты говоришь, желаю всем, чтобы год был хороший и сладкий. Бог говорит, хороший человек, вот на тебе, вот тебе ресурсы, вот тебе миллион долларов, сделай всем год хороший и сладкий. Другой говорит, чтобы было у нас, значит, заповеди, берет гранат, чтобы заповеди у нас было, как зерны же граната. Бог ему говорит, на тебе, значит, чтобы у тебя весь год были и гранаты, и заповеди, и здоровье, чтобы заповеди соблюдать. Молодец. Доходит до третьего. А третий такой сидит и говорит, значит, не знаю прям вообще, что-то так мне все надоело, как у меня такая депрессуха меня замучила, вообще все неинтересно мне, все плохо. Бог его сфотографировал, говорит, ну, хочет, чтобы было плохо, на тебе, будете и плохо, и неинтересно, и все. Поэтому основная работа, как бы, подготовиться к Рошашина, это на ближайшие два дня организовать себе и своим близким такую некую мини-теплицу, да, желательно, в которой будет тепло, хорошо, и в которой вы будете думать только хорошее, о будущем годе, о себе, о своих планах на свое развитие. И вот здесь, чтобы не забыть, я вам расскажу сейчас свой лайфхак, который я для себя буду стараться делать в Рошашина, хочу с вами поделиться. Значит, 30 дней до Рошашина читают специальный псалом царя Давида, значит, в котором говорится его молитва. Значит, «Ле Давид, Бог ури, вы иши, Бог мой свет и мое спасение», начинается этот псалом, и там есть такие слова. Царь Давид говорит, «Ахад шалти меет ашем», он говорит, «Одну вещь просил я у Бога». Почему одну? Потому что не забудешь. То есть, если ты просишь одну вещь, то ты как бы, если ты в Рошашина и то просишь, и то, и то, в итоге ты можешь забыть. А он всего одну вещь просил, одну вещь ты не забудешь. Какую вещь одну просил царь Давид? «Ахад шалти меет ашем отай вакэш». «Одну вещь я прошу, ее я буду просить», говорит он. Какую? «Сидеть в доме Бога все дни жизни своей». То есть, он просит у Всевышнего все время, а значит, хочу я сидеть в доме Бога все дни жизни своей. Что значит сидеть в доме Бога? Сидеть в доме Бога – это вот когда сейчас, если вы представите, что вы в данный момент чувствуете свою душу, и ваша душа – это часть Всевышнего Творца Мироздания, который сотворил все мироздание, и который внутри вас находится, как главный управляющий в вашей жизни, и вы с ним одно целое. Все, значит, вы сейчас попали в дом Бога. Царь Давид говорит, хочу сидеть в доме Бога все дни жизни своей. «Лехазот бноамашем» – наблюдать, наблюдать приятность Бога. Значит, вот смотрите, сидит человек, он может вокруг увидеть что? Можно увидеть вокруг невероятную природу, невероятно красивую природу, которая ваша. Прямо написано, все, что Бог сотворил, для вас сотворил. Значит, вы можете посмотреть на небо, сказать, какое небо для меня Бог сотворил, какие облачки красивые. Леса, джунгли, тайга, амазонка, океан – все ваше. Представляете, как можно любоваться океаном, он ваш, Бог для вас его сделал. И, значит, Бог, царь Давид просил, говорит, хочу сидеть в доме Бога, то есть осознавать свою связь с Богом. Хочу лехазот бноамашем, хочу видеть приятные вещи от Бога. И прогуливаться по его дворцу. Когда мы изучаем Тору, мы прогуливаемся по дворцу Бога. То есть он говорит, в принципе-то что? Что человеку надо? Мне нужно только быть в связи с Богом. Если у меня будет связь с Богом, значит, я, на всех своих путях познавая Бога, он выпрямит твои дорожки. Все будет хорошо. Если я буду, значит, постигать Тору, написано, мы учили в Мишле, если ты, как серебро, будешь искать, значит, как серебро мы ищем, будешь искать Тору знания о Боге, и как сокровища будешь искать, то что? 27-й псалом. 27-й псалом. Если ты будешь искать, как серебро и как сокровища люди ищут, астави нераташем, тогда ты поймешь трепет перед Богом, выдад и лаким тимца, и познание всесильного ты найдешь. То есть если... Это то, что просил Давид. Он просил, я у тебя прошу только одно, быть близким к тебе. Царь его... Старь Салмон, его сын, он расшифровывал эту молитву на две части. Он говорил, у меня две просьбы к Богу. Царь Давид просил одну, а царь Салмон просил две просьбы. Он просил так. Шав ведвар казав архек мемени. Пустое и лживое, отдали от меня. Это просил его сын царь Давид, царь Салмон, мудрейший из людей. Бедность и богатство, недавание. Накорми меня законным хлебом. Законный хлеб это и деньги, золотая середина, чтобы было достаточно и законно, и знание. Золотая середина, чтобы я поступал всегда по закону Бога. Вот все, о чем нужно просить весь Рожа Шана. Просить, чтобы я был близок к тебе, и чтобы у меня были силы и намерения, и чтобы я все время старался приблизиться к тебе, как приблизиться, изучая твою волю, выполняя твою волю. Такую молитву, такую просьбу Бог, конечно, выполнит. Представьте, ну то есть нельзя представить, что вы на месте Бога, но чистая логика. Если вы просите Бога, чтобы я хочу быть с тобой ближе, слышать тебя и делать то, что ты просишь, это самая выполняемая молитва, которая только есть. Если вы весь Рожа Шана просите близости ко Всевышнему, просите, чтобы он пустое и лживое отдалил от вас. Что такое пустое и лживое? Это мысли, которые ошибочные мысли, ошибочные убеждения, ошибочные верования и так далее. Все это пустое и лживое. Пустые люди, лживые люди, все отдали от меня. Бедность и богатство не давай мне, не нужна мне ни сильная бедность, потому что бедность это такое испытание огромное и очень тяжелое. И сильное богатство это еще большее тяжелое испытание, потому что оно дает такие соблазны, и человека просто уносят эти деньги. И люди, которые за ними стремятся, за этими деньгами, они просто начинают человека путать. Накорми меня законным хлебом. Не надо быть сильно шибкоумным и слишком глупым. Не надо быть очень богатым и очень бедным. Дай мне законный хлеб. Хочу жить по закону Бога, действовать по закону Бога, знать закон Бога, быть в доме твоем. Все. Вот эта молитва для Рожа Шана самая лучшая. И в Рожа Шана это я слышал от Рафбенциона Зильбера, сына Равыцкака Зильбера. Он говорит такую вещь, прям метафорой. Когда человека оценивают, то по каким критериям его оценивают? Вот стоит, например, человек, к вам пришли два человека и предлагают вам стать партнерами с вами. Один спрашиваете, хорошо, бизнес будем делать? Будем. Сколько у тебя денег? Он говорит, у меня есть денег 5 миллионов долларов. Второго спрашиваешь, а у тебя сколько есть? Он говорит, у меня есть 100 тысяч долларов. Ты думаешь, ну с тем лучше бизнес делать? С тем, у кого 5 миллионов или с тем, у кого 100 тысяч? Полудите с тем, у кого 5 миллионов, правильно? То есть он и богатый, он и вроде бы успешный, все. Говорит Равенсон такой пример. Спроси, сколько было в прошлом году. Если у того, у кого сейчас 5 миллионов, в прошлом году было 20 миллионов, и он за год потерял 15, то это одна ситуация. У второго было год назад 1000 долларов, и сейчас у него 100 тысяч. Он в 100 раз разбогател за год, а этот в 4 раза стал беднее. Он говорит, смотрят не только на фактическую ситуацию, где человек сейчас находится, а на динамику, куда он двигается. Это намного важнее, куда человек двигается, чем то, где он находится. Поэтому он говорит, в рожа жена самое главное, это намерение в будущем году двигаться в сторону повышения духовного своего уровня, близости ко Всевышнему, выполнение заповедей, изучение Торы. То есть это направление. И поэтому лучше всего в рожа жена молиться молитвы царя Давида и царя Соломона. Что одну вещь просил я у Бога. Быть в доме Бога, наблюдать доброту Бога и прогуливаться по дворцам Бога, это царя Давида. Ну в одном только он ставил. А царь Соломон говорит, пусто, лживо отдали от меня, раш, вошер, бедность и богатство. Не давай мне, дай мне законный хлеб. Чтобы я знал законы Торы и чтобы я знал, значит, зарабатывал по закону хорошие деньги. Все, дорогие друзья. Поэтому я вам желаю, чтобы все благословения, которые есть в Торе, чтобы они все шли на друзей Ваикра, спонсоров Ваикра, партнеров Ваикра, на тех, кто любит Всевышнего, хочет Всевышнему приближаться, чтобы Всевышний дал вам для этого все ресурсы, все возможности. И чтобы вы это чувствовали, все время чувствовали любовь Бога и распространяли ее вокруг себя, на свое окружение. Все, шана Тава, умы Тука, обещал я объяснить, почему желают, чтобы год был добрый и сладкий. Именно это пожелание основное в рожа шана. Можно же было сказать, чтобы год был хороший. Да, просто. Чтобы был у тебя хороший год. Коротко и понятно. Но почему же тогда говорят, чтобы год был хороший и сладкий? Потому что иногда, допустим, человек ошибается. Он идет не в ту сторону, вообще не в ту сторону. И он ошибается, ошибается. И ему Всевышний делает неприятность. Бах, одна неприятность, вторая неприятность, третья неприятность. И он на третьей неприятности, он понимает, что он не туда идет. Он сворачивает на правильную дорогу. Все три неприятности были для него хорошими, но очень горькими. Он сильно плакал, страдал и так далее. В итоге, но они были для его добра. Он вышел на хорошую дорогу. Когда человек попал, не дай бог, в больницу, ему лечат его, ему делают больно, всякие уколы, дают всякие горькие таблетки, клизму ставят, все. Его лечат, это хорошо для него, но очень неприятно. Поэтому мы желаем, Роша Шана, чтобы год у тебя был хороший и сладким путем. Потому что иногда добро приходит очень-очень жестким таким форматом, но мы желаем друг другу, чтобы год был хороший и сладкий. Шана Това Умы Тука. Чтобы добро приходило сладким путем, чтобы мы через ум, чтобы мы понимали, как правильно. Чтобы не надо было на желтый цвет, человек попал в аварию, и потом, значит, он думает, все, не буду, значит, на желтый ездить. Нет, просто не езди на желтый, заранее. Просто пойми, что лучше в жизни идти только по закону. Ехать на зеленый, на желтый лучше предостеречься, на красный надо стоять. Все, друзья, удачи, успехов вам. Спасибо вам за то, что вы были с нами в 5783 году. Надеемся, что в 5784 году вы еще больше будете с ВАИКРАЙ, с платформой ВАИКРАЙ, что мы вместе создадим много новых проектов, много новых уроков. И с Божьей помощью, что будет у всех все хорошо. И чтобы был мир, давайте помолимся все, чтобы прямо подписали завтра мирный договор, и чтобы остановилась война, чтобы люди перестали умирать. Все, счастливо, до завтра. Не до завтра, до, получается, суббота, воскресенье, это два дня праздника, воскресенья урока не будет. До понедельника. Суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье.